Очень жестко себя вели с журналистами, толкали людей с камерами, выкидывая их из фонтана в сквер. И, собственно, крики, которые скатировали люди во время этого, вы отверели, довольно четко отражали то есть происходящего. Кроме того, судя по всему, сотрудники полиции были готовы и к более радикальному варианту эти события, поскольку некоторые из них держали такие большие красные баллоны, напоминающие огнетушители. Но судя по всему, это был газ, который, в случае чего, судя по всему, готовы были применить, однако этого не произошло. Сейчас всех отчисляют с Пушкинской площади в сторону метро, отчисляют цепью, толкая и помогая себе своими накачанными ОМОНовскими руками. И людей постепенно заставляют спускаться в переход и заходить в метрополицейский служение. Поняла. Тихон, скажите, пожалуйста, что известно, куда повезли Удальцова, Навального, Яшин или они пока в автозаках? У меня, к сожалению, нет такой информации, нет информации о том, где они сейчас находятся. Я полагаю, что на самом деле, пока, поскольку мы знаем, что на практике обычно так и происходит, наверняка пока они еще находятся либо в автобусах, либо в автозаках. Но задержание и Сергея Удальцова, и Алексея Навального происходило у меня на глазах. Задержание это было жесткое, действительно. Задержание это было очень жестким. Их увозили, значит, в голове в руки. Где они сейчас находятся, к сожалению, знать не могу. Тихон, поскольку вы уже свидетель, не только журналист, но уже свидетель, они оказывали сопротивление милиции? Нет. Нет. Никакого сопротивления люди не оказывали. Единственное, что люди в фонтане стояли сцепившись руками между собой. И просто они не хотели идти, но помогали своим товарищам друг другу. Но драки, воздействие силовой на сотрудников полиции, этого не было. И уж точно, я как свидетель могу говорить, это не их поведение, не могло вызвать столь ожесточенную реакцию полиции, как заламывали руки. Явно это были не рецидивисты, не маньяки. Но однако их увозили как люди, у которых, не знаю, в кармане нож или еще что-нибудь, они вот-вот его достатут. Поэтому заламывали руки. Поняла. Скажите мне, а кто-то из журналистов задержан? Нет. Да, был задержан у меня на глазах Евгений Левкович. Человек, который... Это автор Нью Таймс, да. Да, который все время автор Нью Таймс был задержан у меня на глазах. Других журналистов и задержанных вроде бы нет. Я не могу утверждать, но я не видел. Но повторюсь, что журналисты обходили очень жестко. И абсолютно невзирая на камеры, невзирая на редакционное удостоверение, их выпихивали из этого фонтана, подталкивая дубинками и ногами, и руками. Сотрудники ОМОНа все это с матом, все это с криками. Люди скидывают буквально в переход. Они стоят, и журналисты тоже, они стоят. Это снимает происходящее, и их толкают вниз в полицию. И пока никто не упал, но все идет, собственно, к этому. У вас есть объяснение, Тиш, почему власти решили действовать так жестко? Что такое на Пушкинской произошло? Или готовилось, что власти решили действовать так жестко? Мне кажется, что произошло желание продемонстрировать, что мы можем, как мы можем фальсифицировать выборы абсолютно беспардонно, абсолютно нагло, открыто, с каруселями, в центре Москвы, с непонятными историями, с дополнительными списками и многим-многим другим. Так и здесь. Здесь, мне кажется, это акция полиции, сделанная для того, чтобы заявить, мы хотим, чтобы у вас здесь не было, на этой площади, и мы сделаем так, чтобы у вас здесь не будет. Потребуются нам для этого сотрудники ОМОНа, потребуются нам для этого газ, дубинки или что-то еще. Мы все это будем использовать, и вас здесь не будет. — Понятно. Это был наш корреспондент Тихон Дедко. Спасибо большое, Тихон. Я надеюсь, что вы сможете выйти с нами в эфир после половины часа снова. И будьте аккуратны. Спасибо. — Ну, собственно, я полагала, что у нас будет немножко другое начало эфира. Ну, вот, что называется, в прямом эфире вы слышали, что происходит на следующий день после того, как президентом России с результатом 63 с копейками процентов, как утверждает господин Чуров, глава ЦИК, избран Владимир Путин. Собственно, результат уже налицо. У нас в студии «Эхо Москвы» собрались люди, которые внимательно наблюдали за ходом этой кампании по разным причинам. Кто-то работал в штабе кандидата, кто-то просто всю свою последнюю жизнь так или иначе занимается выборами. Так вот, здесь в студии Константин Сонин, профессия-проектор Российской экономической школы, который, насколько я понимаю, был один из тех, кто писал экономическую программу Михаила Прохорова, то есть работал на кандидата Прохорова. В студии Нина Астанина, член ЦК КПРФ, Геннадий Зюганов, который занял на этих выборах второе место, заявил, что он не признает легитимность этих выборов и отказался сегодня поехать на встречу с победившим кандидатом Путиным. И в студии Марат Гельман, политолог, который работал на очень многих разного рода компаниях, и парламентских, и президентских, и не только в Отечестве, но и, насколько я понимаю, на Украине. Вам тоже здравствуйте, Марат. Добрый вечер. Ну вот, вы, собственно, слышали сейчас репортаж корреспондента «Эхо Москвы» с Пушкинской площади, Тихон Дедко. Что скажете, как вы можете объяснить, почему происходит то, что происходит, хотя в предыдущие, когда протесты были и в декабре, и в январе, и в феврале, власть действовала значительно аккуратнее, не было никаких арестов, милиция, в смысле полиции, была значительно более доброжелательна. А тут вот то, что вы услышали. Кто начнет? Я могу начать. Константин Сонин. Мне кажется, что это некоторая комбинация дурных штампов со страхом, который был накоплен перед этими выборами, потому что то, что происходило начиная с декабря, это говорит о каком-то совершенно паническом состоянии в Кремле. То есть просто за это время было сделано очень мало рациональных шагов. Были порядочно рациональные шаги, и судя по тому, какая была проведена операция по фальсификации, там было еще довольно много трезвых голов. Но вот, например, те люди, которые согнали в Москву невероятные совершенно силы внутренних войск ОМОНа, вот когда мы возвращались с Пушкинской площади и шли по Тверской, совершенно непонятно, где в Москве, в чем воображении могут родиться такие силы, против которых нужно было накопить столько техники и людей. И, видимо, вот просто то, что они собрали столько войск по глупости, оно привело к тому, что это как-то выплеснулось в такую силовую акцию. Кто-то в Твиттере написал, что такое ощущение, что власти празднуют не победу Путина, а опасаются его свержения. Нина Астанина, что вы скажете, почему... Меня абсолютно не удивляет, абсолютно не удивляет сегодняшнее событие на Пушкинской площади, потому что руки чесались давно, и когда вы хронологию дали, почему не в декабре, почему не в феврале, но не мог же он накануне собственного переиздания в четвертый раз проявить свой, так сказать, характер или желание самоутвердиться. Совершенно очевидно, что Путин четвертого издания гораздо слабее, чем Путин второго, третьего, первого издания, и он будет самоутверждаться. Самоутверждаться, вот, наверное, перед теми людьми, которые действительно осмелились впервые, гражданское общество вместе с коммунистами, отметьте, что на избирательных участках обещанных избирателей, вернее, наблюдателей, ни от Жириновского, к сожалению, ни от Миронова в регионах мы не видели. В Москве они в регионах нет. То есть эти кандидаты не выделили средств на то, что наблюдатели там... Да, да, но вместе с нами работали, в том числе, наблюдатели и от всевозможных общественных структур, организаций и так далее. Это впервые был вот такой взаимный контроль. Поэтому, ну, в начале самоутверждения здесь. То есть вернулся хозяин, чем хозяин в новом лице, теперь уже не вице-премьера, а опять-таки первое лицо государства. Столь же жесткие методы будут проявляться и в экономике. Начнется это не доля как с июля текущего года, ибо тогда вступает в силу пресловутый 83-й закон, когда бюджетники, которых свозили до безропотных людей, я думаю, что в конце концов и они вынуждены будут сказать свое жесткое слово, потому что они просто останутся без зарплаты, а тех подачек, которые давала власть, зачем их давать, потому что ближайшие выборы через 6 лет. Ну и во всех остальных сферах, потому что залезли в бюджет, мне так думается, уже и следующего года. Финансовая политика будет столь же жесткой, как сегодня политика на Пушкинской площади в отношении тех людей, которые проявили, ну действительно, желание или чувство собственного достоинства, которое возродилось в наших людях. Спасибо. Марат Гельмин, что скажете? Я как раз удивлен, честно говоря, в том, что произошло, просто шокирован даже. Ну то есть можно было проявить великодушие. Но в том-то деле, если... Выиграли выборы... Если победил, если убеждены в том, что победили с большим отрывом от всех остальных. Нет, понятно, чего опасались. То есть, ну вот, там можно говорить о том, что, как бы, план ребят там с палатками, он тоже был, как бы, неправильно, как бы, но место Пушкинское, оно просматривается. Ее нельзя локализовать. Если бы там, там, я не знаю, сто палаток поставили бы, там завтра бы люди пошли, кто-то с вопросами, кто-то бы с едой пришел. То есть, ну, была бы какая-то коммуникация, начались бы вопросы, и их нельзя ограничить. То есть, в принципе, это то место, которое вот нельзя ограничить. Но, мне кажется, ущерб, который они сами себе нанесли, гораздо больше. Потому что правоохранительные органы сегодня, ну, четко уже карательные. То есть, вот эта вот милиция в полицию превращается, другой смысл, получается, у этого перехода. Вот. Я считаю, это, ну, грубейшая ошибка. Я предполагал, вот, я, знаете, я там, как бы, пытаюсь находиться в такой, в неэкзальтированном, значит, состоянии. Все время предполагаю какие-то позитивные варианты развития, значит. И, честно говоря, я хочу сказать, что очень серьезный ущерб. Дело в том, что можно, конечно, делать вид, что мы там букву закона сохраним, блюдем. Вот там где-то что-то, кто-то, я не знаю, крикнул там, удальцов что-то не так, или еще что-то. Ну, извините меня, если бы вы посадили хоть кого-то, все признали, хоть кого-то бы, там, пять человек после декабрьских выборов посадили бы. Там, не отменили бы выборы. А просто сказали, да, были нарушения, которые, там, не повлияли на результаты выборов, но вот эти вот пять человек, или десять, или сто, вот они нарушили. Вот у нас мы такие жестокие. Мы вот, нарушил человек, сразу же его, там, значит, судим и в тюрьму. А получается, что здесь абсолютный такой, какой бы, правовой нигилизм. Ну да, ну вот сейчас ведь тоже нашли много нарушений. Понятно, что эти нарушения не повлияли на результаты выборов. Я, значит, им говорил, что, поймите, так много людей участвовало в контроле. Я, значит, откуда вы это узналите? Да, нет, нет, мы еще не знаем. Масштаб нарушений таков, что они... Мое мнение, хорошо, я хочу сказать, оно входит в противоречии с наблюдениями и наблюдателей, и... Ну вот я хочу сказать, что, я говорю, что если масштаб нарушений таков, что он не влияет на результаты выборов, и вы хотите показать, что вы, как бы, честно все это играете, заведите уголовные дела. Потому что количество... Ведь вот люди, которые наблюдали... Ну на самих себя, Марат, на кого заведите уголовные дела? Ну почему? На исполнителей, если они говорят... Ну на исполнителей, если они говорят... Ну и исполнители, если они говорят... Ну, знаете, у меня... Я еще раз говорю, что я немножко с другой позицией. Мне кажется, я знаю людей, которые действительно верят в то, что выборы выиграны были бы без нарушений, Вот, и просто я просто... Еще раз говорю, я объясняю одну важную вещь. Вы можете договориться с кандидатами, и с Зюгановым, и с Прохоровым, но 300 тысяч человек, которые наблюдали, которые принесли, потратили свое время, ну, огромное, принесли вот эти нарушения, если вы не накажете нарушителей, вы получите 300 тысяч революционеров. Подождите, вот сегодня на пустом степле дан ответ, нет? Легитимности, честности и их уверенности в собственной победе. Я хочу сказать, что, ну, вот я как бы опасался бы, значит, вот таких так резко это говорить. Я говорю, что это, ну, грубейшая ошибка, грубейшая ошибка. Я надеюсь, что это не демонстрация типа того, вот, ребята, теперь у нас будет полицейское государство. Я надеюсь, что это просто грубейшее... А вы считаете, что до сих пор власть не демонстрировал того, что у нас полицейское государство... Вчерашняя речь Путина была ошибкой. Мы вернемся к этому буквально через пару минут. Сейчас у нас новости, и потом мы продолжим разговор. Начнем сначала. На руках носить буду. Пустанут руки. Люди остаются людьми, даже когда кажется, что жизнь они ведут нечеловеческую. В шоке! Они мечтают о счастье так же, как все. И счастье на их долю выпадает не больше, чем всем. Я еще любить могу! Я тоже. Нет. Ты уже ничего не можешь. Ты уже ни на что не способна. Больше не буду. А вы ж нечего. Наталья Гундарева. Эх, ма! И Сергей Шакуров в драме «Собачий пир». Стой, здорово! Ты уходи. Я клеммаюсь, я потом баба нормальная. На канале Артевиай. Еще раз добрый вечер. 22 часа и 33 минуты. Здесь в студии «Эхо Москвы». Мы, собственно, говорим о том, что вчера было объявлено о победе Путина. А сегодня сейчас на Пушкинской площади очень жестко разгорает демонстрация. У нас будет, Тихон Дедков? Мы включаем наш корреспондент «Эхо Москвы». Тихон, добрый день еще раз. Да, еще раз приветствую, Женя. Так, что? Ну, сейчас, на самом деле, здесь относительно спокойно, если можно называть это спокойствием. Здесь спокойно по сравнению с тем, что здесь творилось полчаса назад во время нашего предыдущего разговора. Сейчас здесь остаются в основном журналисты, какая-то часть, скажем так, сочувствующих. Здесь остается большое количество птиц, которые призывают всех разойти, но на эти призывы как-то никто особо не реагирует. Но никаких лозунгов, никаких кричалок уже ничего не звучит. Все делятся впечатлениями. Какое-то количество времени назад попытались задержать Сергея Парховенко и Дмитрия Гудкова, которых провели, им заломали руки и ввели их в автобус. И, как рассказал Сергей Парховенко, их проводили мимо, когда их вели, они проходили мимо господина Горбенко, вице-мэра Москвы. И на вопрос Сергея Парховенко, что, собственно, это происходит, господин Горбенко ничего внятного ответить ему так и не смог. Если вы хотите, сейчас рядом с адресом депутат Госдумы Геннадий Гудков, который, я думаю, будет готов дать свою оценку поисходящему. Я прошу прощения, Геннадий Владимирович, можно эхо-маска в прямой эфир на минуту. Геннадий Владимирович. Все, я передаю трубку Геннадию Гудкову. Спасибо. Геннадий Владимирович, вы меня слышите? Геннадий Владимирович, это Евгений Альбатсов. Объясните, почему власти решили действовать так жестко? Ну, на площади после завершения митинга осталось порядка 500-600 человек. Там люди немножко разошлись. Они начали скандировать. Остались часть знамен в этой небольшой толпе людей. И, естественно, видимо, начали действовать так называемое зачищение площади. Вызвали ОМОН тяжелый, ну, откистили щитами, риск шеренгами. Я не видел. Я, к сожалению, приехал из эфира на завершающей стаде. Нас просто вытавили шеренгой здесь. Ну, не только на отместике, там, ближе сюда, к выходам метро. Но сейчас такое хаотичное бронуское движение. Тут стоит, наверное, человек 100 гражданских и человек, наверное, 200 сотрудников ОМОНа. Но они, правда, ведутся абсолютно мирно. Никого не конят, ничего. При мне... Я понимаю... При мне, при мне, при мне, они, как бы, так сказать, каких-либо грубостей, каких-то там ударов в дупинке или что-то, при мне этого ничего не было. Ну, выдавились цепью, выдавили цепью. Понятно, что это неприятно. И я ощутил на себе жар сердец плавенных сотрудников полиции. Но при мне действует абсолютно корректно. Что было до меня, не сказать то, что сказали, что несколько человек задержан. Среди них Алексей Навальный, среди них... Да, это мы уже знаем. Геннадий Владимирович, спасибо большое. Мы возвращаемся обратно в эфир «Эхо Москвы». Это с Пушкинской площади. Вы же слышали прямое включение. Наш корреспондент Тихон Дитко и депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков рассказывали о том, что происходит. В Твиттере уже Алексей Навальный сообщил, что он сидит в автозаке. Очень пишут о том, насколько же жестко происходил разгон. Очень жестко действовали в отношении журналистов. Известный блогер Рустем Адагамов пишет. «Ампон на пушке устраивает побоище по типу 31-го на Триумфальный. Демонстрация силы против мирных людей». Значит, Дмитрий Терновский. Это просто жесть, жесть, жесть. Такого месива не было никогда. Площадь полностью зачищена. Все оттеснены к метро Тверской. Ну и так далее. Прадоксально, что Путин сегодня, когда встречался с кандидатами, он сказал, что была жесткая кампания. С кандидатами? Ну, в смысле, с бывшими кандидатами в президенты. Мы тут мочили друг друга, но все, кампания закончилась. Теперь давайте мирно, вместе. И в этот же день как раз произошло прямо обратное во время кампании. Спасибо, Марат. Теперь я хотела бы, чтобы вы ответили на мои вопросы. Я хочу вас спросить. Вы считаете, вот я хотела, чтобы каждый из вас в режиме «да-нет» очень коротко ответили. Путин легитимный президент? Да-нет. Константин Сонин. Нужно посмотреть. Сейчас отвечу. Я не боюсь, но, к сожалению, результаты тех подсчетов, которым я доверяю, показывает, что очень близко к 50%, 50-51%. Ну, по всей видимости, если не считать с тем, что выборы были несвободные, то если правильно почитать голоса, которые были положены в урну вчера, то он набрал чуть больше 50%. Спасибо. Нина Станина. Ну, поскольку выборы не были несвободными, нечестными, сама предвыборная кампания не была тоже несвободной, нечестной, следовательно, и результаты выборов тоже нелегитимные. В любом случае, ситуация складывалась так, что неизбежен был все-таки второй тур выборов. Я полагаю, что если бы, как сказал наш сегодняшний Марат, власть была великодушной, но великодушной может позволить только сильная власть. А слабая власть, она испугалась даже второго тура выборов. Она испугалась диалога с собственным народом, испугалась прийти на дебаты. А что мешало президенту перейти от одной из одной части площади в другую? Ведь вчера на Манежной, когда он там мироточил перед теми людьми, которых свезли со всех регионов Российской Федерации, он действительно принимал так называемые поздравления. Я думаю, что Путин мог бы выслушать и те пожелания, которые бы хотели сегодня высказать люди, собравшиеся на Пушкинской. Спасибо. Марат Гельман. Мне кажется, что через два месяца он станет легитимным президентом, но дальше каждый... Через два месяца пройдет инаугурация. Инаугурация, да. Так вы знаете, легитимность это несколько другое, чем легальность. Он и через три года не будет легитимным президентом, признаются, что данная процедура была. Да, данная процедура была. Но я хочу единственное сказать, что каждую неделю, и вот если так будет продолжаться, эта легитимность будет теряться. И она истончится гораздо раньше, чем увеличенный президентский срок. Спасибо. Константин Сонин. Все отмечают, что неожиданно хорошо выступил на этих выборах новичок. Михаил Прохоров. Как вы сами оцениваете его результат? Во-первых, я оцениваю его результат как неожиданно хороший. Он точно очень... Вы не думали, что так будет? Нет, я не думал и близко, что так будет. В последние недели стало видно, что огромное количество людей, которые совершенно не удовлетворены старыми лицами, готовы проголосовать за него. Возможно, что если бы, не знаю, участвовал Алексей Навальный в выборах, то было бы не столько голосов в Москве за Прохорова. Но вот из тех кандидатов, которые были, он один все-таки моложе на поколение, он один политик будущего. Скажите мне, пожалуйста, вот Прохоров сегодня поехал на встречу с Путиным. При этом вчера еще ночью он заявил, что он не пойдет, не примет никаких должностей в новом правительстве, будет создавать свою новую партию. И что было поразительно, пришел на Пушкинскую, выступил перед рассерженными горожанами. Как вы полагаете, что будет делать сейчас Прохоров? Я думаю, что он пришел на Пушкинскую, потому что, как минимум, половина присутствовавших на Пушкинской площади проголосовали за него. И он это сразу сказал, что он пришел поблагодарить. И я думаю, что все планы его по созданию партии, они будут связаны с тем, чтобы те люди, которые его поддержали, возможно, потому что не было других альтернатив, чтобы они продолжили поддерживать его и в дальнейшем. Я могу сказать, что я голосовала за Прохорова, но я голосовала за Арину Дмитриевну Прохорова, чье выступление на меня произвело очень сильное впечатление. А вопрос к Нине Астанины. Что собирается делать КПРФ? Что собирается КПРФ делать? Какая, насколько вы знаете, тактика будет и Геннадия Зюганова, поскольку он уже заявил, что он не признает легитимность выборов? Ну, первое, в любом случае, мы должны, результаты этих выборов, поскольку мы назвали их нелегитимными, и президента тоже нелегитимны, мы должны доказать это в суде. Послушайте, вы знаете, что было в судах по результатам парламентских выборов? И не принято ничего? И тем не менее, и тем не менее, мы должны, и более того, у нас есть, ну, наверное, целый арсенал вот этих вот доказательств, и очень хочется надеяться, что, во всяком случае, заявление власти о том, что любой факт фальсификации будет подвергаться самым жестким наказаниям, быть может, заявления власти хотя бы на сей раз, ну, будут соответствовать действительности. Поэтому мы намерены, на самом деле, вначале не оставить без внимания все факты фальсификации. На это, безусловно, уйдет не один месяц, мы намерены этим заниматься. Это первое. Второе. Как вы знаете, у нас есть своя фракция в Государственной Думе, 92 депутата, и, во всяком случае, это позволяет нам обращаться уже и в Конституционный суд о признании данных выборов неконституционными. Ну и... То есть вы будете обращаться в Конституционный суд? Мы намерены обратиться в том числе и в Конституционный суд, тем более, что буквально сегодня президент внес в Государственную Думу, как вы знаете, закон о Конституционном собрании. Более того, мы считаем, что это, как раз, результат реакции на ту повестку дня, которую предложили коммунисты в период предвыборной кампании. Вы же согласитесь, что нам удалось навязать действующей власти повестку дня? Обсуждали не столько кандидатов, их недостатки или достоинства, обсуждали программу коммунистов. Ну, в частности, национализацию, идеи национализации. Вы знаете, что я думаю, что с вами поспорят. Вы меня не перекричите, не перекричите. А значит, я думаю, что с вами поспорят, и кто-то скажет, что на самом деле у Владимира Путина был один реальный кандидат, один реальный оппонент. Этим оппонентом была болотная. Были те, кто вышли и выходили все это время на улицу, и люди, которые не признают легитимность парламентских выборов. Евгения, а ведь я этого не отрицаю. Когда я сказала, что контроль осуществляли на участках коммунистов и представителей гражданского общества, это есть. Мне интересует сейчас все-таки другой. Что вы будете делать? Потому что как ведет себя Геннадий Андреевич, насколько он сначала сделает сильные заявления, а потом начинает отрабатывать назад, мы много раз наблюдали. Он слишком давно существует в политическом поле. Мы много чего о нем знаем и видели. Все-таки меня интересует, что вы будете реально делать? Давайте так, пусть это останется вашим мнением, вашей точки зрения все-таки. Потому что, ну, положим, я тоже знаю Заганова. Что вы будете делать? Поскольку мы не признаем результат этих выборов, мы намерены создать такую законодательную базу, которая позволила бы провести выборы не по лекалам власти через год в Государственную Думу, а по тем законам, которые изменили бы механизм формирования всех ветвей власти. Законодательной, исполнительной, судебной. Ну, во всяком случае, президент уже согласился на выборы губернаторов. Слушайте, это будет долго. Ну, почему долго? Мы же в праве через год провести перевыборы в Государственную Думу. Мы будем настаивать на этом. Вы же собираетесь взаимодействовать с избранным бюджетом Российской Федерации. А по закону о выборах мы в праве только через год провести досрочные выборы, перевыборы в Государственную Думу. То есть мы не считаем распуститься и провести новые выборы. Только сейчас это делается абсолютно нецелесообразно, по той простой причине, что механизм формирования Думы прежний остается. Мы намерены менять сам механизм. Но то, что вы говорите, это абсолютно нереально. Почему? Ну, потому что 92, вы же сами сказали, у нас 92 места в Думе, а не 200. Есть еще фракция ЛДПР, есть еще фракция «Справедливая Россия», которая согласна с тем, что мы должны менять механизм формирования власти. Мне кажется, что для Зюганова сейчас... Марат, а вот объясните мне, как, при том, что Зюганов заявил, что не признает легитимность избрания Путина, как он теперь будет общаться с избранным президентом? Или на завтра можно заявить что-то другое и запринять? Нет, дело в том, что мне кажется, что Зюганов сделал правильный жест, потому что, значит, у него есть еще чем с Путиным торговаться, вот этим признанием. И если... Вот я бы так мыслил за Зюганова, да, чтобы посадили все-таки людей, которые фальсифицировали, в обмен на то, что я признаю. И тогда следующие губернаторские выборы, которые пойдут по всем кругам, люди будут реально бояться тюрьмы. То есть, ведь, смотрите, урок надо извлечь, то есть довести до конца. То есть, я еще раз говорю, если не будет реальных дел по фальсификациям, все эти выборы у губернаторов, это будет то же самое. Единственное, только страх тюрьмы остановит. Вы хотите сказать, что Зюганов сейчас создает переговорную позицию? Конечно. А о чем? Ну, хорошо, фальсификация. Вы думаете, он будет торговаться о постах в правительстве? Я думаю, что в правительстве Медведева он не будет. Я считаю, что ему сейчас впереди... Вот, посмотрите, с одной стороны, впереди огромное количество выборов... Ну, пока на сегодня торгуется только власть, приглашая Зюганова. Не надо перерывать. Большое количество выборов губернаторов, где, в принципе, ну, там, в 20-25% у них есть серьезные шансы. Им нужны честные выборы. И это, как бы, ну, это некоторая такая серьезная ставка. Вторая очень серьезная ставка, это закон о партиях, сильно ослабляет КПРФ. КПРФ все-таки была монополистом. Значит, появится еще пять. Значит, соответственно, нужно и с Чайкой, и со всеми. То есть, нужны выгодные условия для КПРФ. Там, например, запретить блоки. То есть, сейчас им очень выгодно, чтобы не дать блок, чтобы блоки участвовали в выборах. Коммунистам? Коммунистам, да. Да мы сами говорим о том. Вы говорите, вы говорите все, что угодно. Мы привлекли столько союзников сейчас на эти выборы. Вы можете говорить все, что угодно, но объективно, 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 значит, сегодня всем партиям, которые находятся сегодня в Думе, не выгодно, чтобы был принят вот этот новый либеральный закон о партиях совместно с тем, что блоки могут участвовать в выборах. Вот это вот. Я просто говорю о том, о чем Зюганов может торговаться. При этом, в первом случае, я полностью вместе с ним, а во втором случае, я, естественно, против. Ну, я надеюсь, мы можем, пожалуйста, высказать свою точку зрения. Вам так и хочется перенести законы бизнеса на законы политики. Поверьте, что политика это тоже, так сказать, особая сфера, где действуют свои собственные законы и незаконы бизнеса, продажи торгов. Слушайте, Геннадий Зюганов со мной торговался так, как такой бизнесмен. Ну, зачем вы это говорите? Очень вы хочется что-нибудь по существу. Можно я задам вопрос Константину Сонину? Нет, все-таки, вот самое главное, о чем говорил Марат, с точки зрения того, что коммунистам не вызывает создание блоков. Женя, нужно восстановить контроль над передачей. Нельзя искажать позицию коммунистов. А, значит, Константин, у меня к вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вы поразительно, слабо, то есть совсем никак выступил на этих выборах Сергей Миронов. Мы бы этому не удивились совершенно, если бы 4 декабря «Справедливая Россия» не набрала больше 13%. Я понимаю, там был большой процент протестных голосов. Я проголосовал «Справедливую Россию» из максимальной абсурдности из-за призыва Навального. Но вообще не было. Было такое ощущение, что Миронов абсолютно отказался от всякой кампании. Это совершенно абсурдный и клоунский персонаж. За него проголосовали на выборах в Думу, ровно потому, что он такой абсурдный и клоунский. Сейчас были хотя бы не абсурдные кандидаты. И Геннадий Зюганов, и Михаил Прохоров. Тут можно представить, что они каким-то людям кажутся, я уж не знаю, идеальными ли президентами, но как минимум приемлемыми кандидатами. Это ведь дискредитация и партии. Эти выборы были дискредитацией. Дискредитация «Справедливой России» абсолютной. Всего чего угодно. Да. А теперь еще у меня к вам вопрос, Константин. Вот вчера, когда мы ночью анализировали результаты голосования, одна вещь бросается в глаза, что в больших городах, где во время декабрьских выборов «Единая Россия» набрала небольшие результаты, 30-40% произошли, убрали губернаторов в тех областях, где «Единая Россия» плохо себя показала. На нынешних выборах колоссальный результат за Путина. Там, скажем, разница в 30-40-50%. Я имею в виду такие города, как Архангельск, как Екатеринбург и так далее. Вот это что такое? Это то, что Путину удалось доказать, что он не имеет никакого отношения к партии, председателем которой является? Или здесь работали какие-то другие технологии? Женя, один ответ — это то, что Путин популярнее «Единая Россия». Второй ответ — это то, что потребуется время, я надеюсь, вы пригласите меня в свою передачу, и других людей, которые анализируют данные выборов. Поверьте, будет известно, сколько людей проголосовало в Екатеринбурге за Путина. Это требует некоторой статистической работы, но я думаю, что абсурдно высокие результаты, они в эти фальсификации все будут обнаружены. Я вспоминаю тот участок в Москве, здание 40-й школы, мне близко по разным причинам. Вот вчера там были десятки наблюдателей, потому что это был возмутительный случай, и Путин набрал 34%. «Единая Россия» набрала там 84% на выборах 4 декабря. Я думаю, что нужно понимать, что это сложная работа с тем, какие были фальсификации, но это всегда кончается тем, что это в точности будет выяснено, и будет понятно, откуда взялись. А вот я хотела вас спросить. У меня сложилось ощущение, что что-то происходило, что на самом деле фальсификация была не только, и даже не столько в день голосования, со всеми этими открепительными, дополнительными листами, значит, каруселями. У меня было ощущение, что это такая операция прикрытия для журналистов, наблюдателей и так далее. Хотя мы много об этом пишем, мои журналисты работали членами комиссии, наблюдателями и так далее. Что что-то происходило в предыдущие два дня. Вот вы киваете, Нина. Что с вашей точки зрения? Что такое было здесь? В предыдущие два дня была в Ревславской области. И вот вы говорили о тех городах, которые показали беспрецедентно низкий процент за «Единую Россию» на декабрьских выборах. Вот город Рыбинск. Там, где «Единая Россия» набрала менее 30%. Буквально за два дня до начала голосования в городе Рыбинске создаются дополнительно шесть избирательных участков. При этом понятно, совершенно очевидно, что партии не успели подготовить ни наблюдателей на эти избирательные участки, ни членов комиссии могли делегировать туда. Вдруг объявляется на всех предприятиях 4 числа рабочим днём. Все предприятия называются непрерывными производствами, даже если это спортивные центры. Правда, через суд удалось тогда протестовать результаты, но, я думаю, нашли другие механизмы, в том числе и в городе Рыбинске. В этом, на этих выборах, беспрецедентно высокое число избирателей, проголосовавших по дополнительным спискам, проголосовавших на дому. И вот на сегодняшний день, по результатам ЦИК официальным только, это число составляет 6 миллионов. Это 10% от общего числа проголосовавших... В Москве за 4 месяца увеличилось количество избирателей на 500 тысяч. Да, речь идёт о том, что практически во всех территориях увеличилась численность избирателей. За 3 месяца, с декабря до марта, увеличилась численность избирателей. А это за счёт чего было сделано? За счёт того, что у членов комиссии два списка. Первый список основной, другой список какой-то, некий дополнительный. И вот избиратель приходит, получает предположим право проголосовать, предъявляя паспорт. Его нет в основном списке. Но члены комиссии совещаются, принимают решение. Да, вносим дополнительный список? Вносим. Даём билетель для голосования? Даём. Нетрудно догадаться, кто председатель комиссии, кто секретарь комиссии, и большинство какой партии входит со стафф этой комиссии. В журнале New Times там история Ксении Собчак, которая идеально документировала одну историю вот этого размножения кандидатов. В Нижнем Новгороде... Я не стану называть. В Нижнем Новгороде у нас... У нас история Олега и от Митволя документы о том, как просто график, как должны привозить людей каждые 40 минут, время на регистрацию, 4 женщины. А потом из того же Ярославля автобусы шли. Сюда, в Москву, где люди проводили... А вот представьте, что вот та мощность, которая была задействована вчера для этой операции, она была задействована для чего-то другого. Не знаю, всех наркоторговцев в Москве поймать или все дороги заасфальтировать. Возможно, это можно было сделать в один день. Ну да, в общем, балерину заставить, где нам обшину крутиться. Это огромная войсковая операция. Представьте, что она была бы сделана, пущена на что-то хорошее. Хорошее, доброе. Это ещё раз говорит о слабости этой власти. Можно я сначала всё-таки по Миронову, буквально. Дело в том, что результаты Справедливой России высокие. Это результат того, что основная кампания была против партии жуликов и воров, а до этого в течение пяти лет, так как внутривидовая борьба всегда сильнее, чем межвидовая, основным оппонентом, как бы публичным, кто грызся друг с другом, была Справедливая Россия и Единая Россия. Это я просто вот как некий комментарий, что высокие результаты Справедливой России тогда именно в том, что люди воспринимали, что они всё время между собой грызутся. Ну понятно, мы уже поехали в Справедливую Россию, так интересно. Скажите, всё-таки, что, когда происходило, как с вашей точки зрения, основные фальсификации? Накануне выборов, когда вдруг пошла информация, что дефицит открепительных талонов, досрочно идёт большое голосование, или непосредственно в день выборов? Принципиальное отличие фальсификации, условно говоря, 4 декабря и 4 марта. 4 декабря уголовка, то есть нарушались законы. Основными преступниками были, ну условно говоря, люди, которые участники участковой комиссии, не боялись нарушать законы. Сейчас вот эта вот мутата, вот эта вот огромная, они хотели формально остаться в рамках законодательства. Там нету нарушителей. Смотрите, а представьте, что сейчас арестуют директоров предприятий, которые... Понимаете, ведь получается ситуация такая, что кто-то... Есть нарушители, нет. Если человек проголосовал 4 раза, а было 10 и 18, вот автобусы курсировали. Посмотрите. А разговаривали хорошую идею, что теперь ответственность переложена... Нет, вот я хочу сказать, ни один избиратель, ни один... Вот я просто хочу сказать, допустим, система карусели, то есть они же... То есть бывают вообще без всяких открепительных. То есть когда у человека просто покупают его голос. Да. То есть избирательная комиссия... Марат, он состал с 3 минуты. Я просто хочу, что если говорить о принципиальном отличии того, что было 4 декабря, и, соответственно, для того, чтобы сделать все по букве, но фальшиво, им пришлось заниматься вот этой огромной подготовительной работой. Особенно в Москве. То есть в Москве нужно было доказать что-то. В Москве очень много приезжих рабочих. То есть в Москве это имело, ну, как бы некое... Хоть какое-то обоснование, что да, у нас там сотни тысяч... Закончите мысль. В чем отличие 4 марта от 4 декабря? Ну, вот после 4 декабря должно было быть просто массово уголовные дела. А сейчас? А сейчас просто признание, что это выборы... Нелегитимные. Ну, фальшивые. Президент нелегитимен, а выборы фальшивые. То есть они, как бы, все способы эти формально, законодательно органы власти закон не нарушали. То есть, типа, не придерешься. И? Ничего не поняла, что из того, что вы сказали. Значит, 4 марта выборы легитимные? И декабрьские, и мартовские выборы. Они... Нечестные, несвободные, наследные избранные депутаты и президент нелегитимы. Нет, я просто... Второй очень важный нюанс. Значит, если там 5 процентов, допустим, фальшивых на декабрьских выборах реально влияют на результаты. Там у кого-то украли 10 мандатов, у кого-то кому-то добавили. В результат 5 процентов 4 марта, это говорится о том, что, да, нарушения были, но на результаты выборов не повлияли. Нет, судя по тому, что дает гражданин-наблюдатель... Гражданин-наблюдатель... 50.02, мне кажется. Нет, это голос дает. Голос дает 50. Голос дает 50.75. По разу скромным подсчетам Путину приписали 15 процентов. Гражданин-наблюдатель пока дает 46 процентов. И поэтому это, на самом деле, принципиально. И потом, одно дело, если Путин избрался с результатом 63 с копейками процентов, или он с трудом перебрался через 50 процентов. Это имеет все-таки разницу. Не добрав 50 процентов, очистит был бы второй тур. Судя по количеству ОМОНа, он не заблуждается. 46 это или 63? Совершенно верно. Не заблуждаем. Совершенно верно. Не заблуждаем. То есть он знает, какой реальный результат. На этом мы заканчиваем эту передачу, потому что мы должны уходить из эфира. Услышимся, я надеюсь, через неделю. До свидания.